Всем привет! В этом видео хочу рассказать о своем заточном станке от компании Dnepro M. Это модель BG15. Я работаю на нем уже около полугода и теперь могу рассказать вам о его плюсах и минусах. Для начала хочу рассказать, как изменился внешний вид после приобретения в магазине. На нем были установлены защитные кожухи и защитные экраны с каждой стороны. Я их поснимал, потому что они постоянно дребезжали, мешали использовать полностью всю площадь круга для заточки. Я решил их снять. Я не рекомендую этого делать, потому что это есть грубое нарушение техники безопасности и вы можете повредить себе глаза осколками или еще причинить себе вред. Один из кругов абразивных я снял, их было установлено здесь два. На 60 зернистость и на 30. То, что на 30 я снял, установил вместо него фетровый круг, используя его для полировки режущей кромки на ножах. То, что на 60 оставил, он очень хорошо подходит для заточки. Максимальный размер круга, который сюда можно установить, это 150 миллиметров. Фетровый я установил сюда на 125 миллиметров. Что дальше поменялось визуально? Примерно после месяца работы на станке, я заметил, что на нем начала слущиваться краска. Вот в местах крепления, в основании. Заметил это после того, как решил почистить станок очередной раз. После остатков полировальной пасты, которой я здесь налипала, абразива, который оставался здесь. После вытирания я заметил, что вытерлась вместе с краской. То есть покраска плохая, мне не сильно она понравилась. Ну, то есть не понравилась вообще. Возможно, это из-за того, что я снял защиту и вот абразил силой, там ударял украску и она там слетала. Здесь вот такого не наблюдается, потому что, наверное, из-за того, что здесь установлена защита. Но все равно покраска хромает. Теперь, что касается проблем в работе. Проблем в работе никаких нету. Ну, я пока не заметил за полгода работы. Станок полностью оправдывает все ожидания от покупки. Я им абсолютно доволен. По поводу мощности и вибраций в работе. Мощность, как по мне, полностью соответствует той, что заявлено в характеристиках. Это 250 Вт. И для моих потребностей по заточке ножей и другого там мелкого инструмента, мне вполне ее хватает. Мне также приходилось затачивать и большой инструмент, типа как топоры, лопаты. В принципе, с ними станок справляется тоже на ура. Затачивает, все нормально. На некоторых сайтах продавцов пишут комментарии, что, мол, его можно остановить рукой. Да, можно, то есть, не рукой, а в процессе заточки каким-то инструментом. Если сильно прижать, то, в принципе, можно остановить этот станок легко. Но я думаю, что мощность у него вполне нормальная. И для заточки того инструмента, что я затачиваю, вполне его хватает. Дальше хочу рассказать по поводу колебаний в станке. По поводу подшипников. Подшипники здесь классные. То есть, никаких даже малейших колебаний там нет. Ну, то есть, не ощущается. По поводу вибрации в работе. Есть там вибрация, но она минимальная. То есть, если круги у нас отбалансированы очень хорошо, станок не колебается вообще. То есть, его удерживает даже то стандартное крепление. Резиновые ножки, которые здесь есть, вполне с этим справляются. При установке там нет балансированных кругов. Да, там есть колебания. То есть, станок на месте не стоит. Он ездит, короче, по поверхности. Его на месте удержать сложно. Потому нужно либо крепить на какие-то болты. Я, кстати, креплю. Вот сделал четыре отверстия в табуретке. И креплю на четыре болта. На табуретке очень удобно. Она низкая. То есть, можно там какие-то точные работы проводить, затачивать. Там мелкий инструмент. Очень удобно. Сейчас еще хочу сказать по поводу размеров станка. Станок легкий, компактный, маленький. В принципе, это для меня большой плюс. Так как я часто езжу к заказчикам и затачиваю их инструменты на месте. Потому я всегда беру с собой вот этот станочек. Он легкий, удобный. Помещается в рюкзак. Там его легко переносить. Не тяжело. То есть, для переноса очень классный. По внешнему виду. Внешний вид, мне кажется, очень современный. Заказчики часто спрашивают, как вам эта фирма. Я всегда говорю, что очень хорошо. Мне нравится. То есть, никто даже не думает, что это какая-то там дешевая бюджетная модель. А все думают, что это дорогой там фирменный станок. Теперь по поводу перегрева. Перегрев есть, но не такой, чтобы критичный. То есть, я могу работать на этом станке без остановки час или даже полтора. И могу свободно положить руку на корпус. Да, корпус будет горячий. Долго держать руку это будет проблемно. Но, в принципе, на работу это не влияет никак. Перегревать тоже, конечно, не рекомендуется. Но если нужно быстро приехать на заточку, заточить, то этот станок вполне справляется с этой задачей. Плюсы и минусы. У этого станка определенно намного больше плюсов, чем минусов. Минусов только два я заметил. Это покраска и вот эти защитные кожухи, которые постоянно дребезжат. Можно, конечно, было бы придумать что-то свое. Вот эти кожухи были взяты, я так понял, с китайских дешевых аналогов. Потому что на всех бюджетных станках примерно одно и то же защита. Защитные кожухи и экраны. Я думаю, можно разработать что-то более подходящее, что бы позволяло использовать абразивный круг со всех сторон, полную площадь. И при том оно бы защищало хорошо человека, который работает за этим станком. По поводу плюсов. Сплэшные плюсы, как по мне, то это в первую очередь цена, современный дизайн. Черный цвет и оранжевый очень хорошо сочетаются. Мощность достаточно приличная при таких компактных размерах. Те же компактные размеры. Вес. Кстати, здесь алюминиевая обмотка, которая очень хорошо проводит тепло. Но, возможно, из-за этого перегрев здесь не существенный. Также качество сборки просто классное. Мне очень нравится. Качество комплектующих подшипников, вала. То есть, вал очень ровный. Не видно, что там были какие-то кривизна в вала. То есть, вал очень хороший. Подшипники классные. Дальше время работы без остановки тоже можно назвать плюсом. В других производителях говорят, что без остановки он может проработать 15-20 минут. Но это же совсем мало. Минусы, наверное, это больше для того, чтобы снизить стоимость станка. Потому что покраска сейчас везде дорогая. То есть, и, наверное, вот эта защита, разработка защиты тоже стоит денег. Лучше, конечно, взять, да, с китайских аналогов, с дешевых. Ну, это не существенные минусы. В принципе, станком я доволен. Рекомендую к покупке. Кому было интересно, кто планировал покупать, и посмотрев видео, я вам скажу, что не колебайтесь. Покупайте. Это не какая-то там реклама. Это говорю вам со своего опыта. Станком доволен. Купите, не пожалеете. На этом у меня все. Дальше на канале можете найти видео по заточке ножей на этом станке. Есть заточка ножей там дорогих, красивых. Можете посмотреть. Будет интересно. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Отвечу на все вопросы. Жду вас на канале. Всем спасибо. Всем пока.